Перенос слов Перенос слова это разделение слова на две части. Одна часть остается в конце одной строки, а вторая переносится в начало следующей строки. Если слово не помещается на строке, то все слово или его часть надо перенести на следующую строку. Для обозначения переноса части слова используется символ тире. Который ставится после части слова, остающейся на строке. Часть слова, перенесенная на новую строку, символом тире не обозначается. Например, солнце светит, но не греет, листья начали желтеть. Чтобы показать, как слово может быть разделено, для переноса используется символ дефис, то есть короткая черточка. Например, запись «ру-ка-ви-ца». Показывает, что слово может быть перенесено тремя способами. Ру-ка-ви-ца, ру-ка-ви-ца, ру-ка-ви-ца. Оставлять на строке или переносить на следующую строку можно только часть слова, содержащую гласную букву. Все слова, содержащие только одну гласную букву, нельзя разделять для переноса, то есть они полностью переносятся на следующую строку. Нельзя оставлять на строке или переносить на следующую строку одну букву. Все слова, состоящие из трех букв, нельзя разделять для переноса. Нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной. Следовательно, руководствуясь первыми тремя правилами, некоторые слова нельзя разделить для переноса. Например, аист, олень, обувь, овес, ну и так далее. Потому что разделение таких слов всегда будет неправильным. Буквы И, твердый знак И и мягкий знак нельзя отрывать от предшествующих букв. То есть новая строка никогда не должна начинаться с букв И, твердый знак И и мягкий знак. Двойные согласные, стоящие между гласными, при переносе разделяются. Подумали, подумали, посмотрели, послушали и подписались, чтобы быть грамотным. Субтитры создавал DimaTorzok